здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня ну по-моему впервые у меня в открытом делал диалоге в нашей программе будет человек который отвечает за всех участковых в городском округе люберцы ну по крайней мере он об этом сам все расскажет где за что он отвечает начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних муниципальное управление мвд россии люберецкой сергей владимирович котов здравствуйте сергей владимир здравствуйте слушайте но смотрите у вас такая должность участковых уполномоченных то есть это с одной стороны участковые и те, кто занимаются делами несовершеннолетних. Это как бы два направления в одно соединили, верно? Да, всё правильно. Есть определённый штат участковых уполномоченных полиции, их у нас 115 человек, которые в Люберецком районе, и 35 инспекторов по делам несовершеннолетних, которые именно занимаются работой по профилактике и предвращению преступлений в отношении несовершеннолетних или со стороны несовершеннолетних, так сказать, воспитательный процесс. Я не знаю, может быть, это вопрос не к вам, но, тем не менее, вроде бы как немножко разные вещи. Участковый, он же как бы за всех отвечает на своём участке, от мала до велика. А по несовершеннолетним это только то, что касается несовершеннолетних, и почему это в одну организацию свели сегодня. На самом деле, раньше были разделены инспектора по делам несовершеннолетних, они относились больше к уголовному розыску, а участковая служба, она существовала сама по себе. Но на самом деле в веянием времени возникла необходимость объединения двух служб, потому что участковый, да, это охрана общественного порядка, это отработка жилого сектора, и, естественно, у нас и инспектора по делам несовершеннолетних, это тоже несовершеннолетние, которые также живут в том же социуме, живут в том же жилом секторе, в те же школы. Конечно, понятно, ясно. Хорошо, ну мы говорим сегодня, естественно, о работе участковых, но до начала программы у нас выяснился такой приятный момент, что сразу два юбилея. Ну, во-первых, в городском округе Люберцы 400-летний юбилет, для нас это главное, да, вот, а для всей страны, помимо 400-летия Люберец, поэтому тоже важный такой момент, есть еще один праздник, 100-летие участковой службы. 100 лет. Я, честно говоря, думал, что гораздо больше, но оказывается, даже не поймешь, вроде как много, с другой стороны, всего один век, 100 лет. Вот что вы расскажете об этом юбилее, как к нему готовится сейчас ваше начальство, ваша служба? На самом деле подготовка к этому юбилею началась еще заранее, то есть программа была разработана 3-4 года назад на уровне министерства, сейчас она реализуется с целью популяризации работы участковых, с целью размещения информации об их деятельности, о работе, о каких-то подвигах, причем трудовых и профессиональных. Поэтому подготовка идет полным ходом, мы отчитываемся перед населением, сами стараемся поощрить лучших сотрудников, выделить, то есть проводятся профессиональные конкурсы мастерства, которые сейчас уже пройдет второй этап, который уже всероссийский этап, региональный этап у нас прошел. Естественно, любятся не на последнем месте, но в лидирующих ситуациях. Хорошо, будем ждать тогда победителей. Но теперь давайте поговорим непосредственно, так как у нас два, как говорят, сейчас кластера работы, начнем с первого, самого такого важного, участковый. Это, наверное, тот работник полиции, когда-то милиции, который сам приходит. Вот когда что-то у нас происходит, как бы там сейчас не шутили или наоборот не говорили серьезно, смотря какой-нибудь детектив, люди рано или поздно могут столкнуться, к сожалению, с такой ситуацией, когда кто-то кричит «мама», а кто-то кричит «полицию» или «я вызову полицию». Или вот да, идет такая фраза на уровне уже внутреннем, что если вы не прекратите себя так вести, я вызову что? «Полицию». А участковый – это человек, который, по идее, ходит сам, приходит в гости, смотрит, как у вас, что и так далее. Вот в Москве, например, три или четыре участковых сменилось, как-то такая быстро идет, значит, как это называется, смена состава. Приходит человек, приносит визитку, фамилия, имя, отчество, куда обращаться, и еще задает вопрос, а кто тут у вас соседи, все ли хорошо, тихо и так далее. Вот как работают участковые в Московской области и в Люберце? В Московской области и в Люберце ничем не отличаются от Москвы, потому что система у нас объединена общим приказом. Есть 205-й приказ о деятельности участковой службы, и он един на всей территории Российской Федерации. Участковые приходят и работают в жилом секторе ежедневно. Ежедневно они общаются с гражданами, ежедневно они общаются со своими жителем на своем административном участке. Поэтому точно так же все происходит. Может быть, в Люберецком районе стараются сберечь костяк тех участковых, которые есть, воспитывать новые молодые профессиональные кадры, и поэтому происходит. Конечно, в связи с тем, что определенные есть нагрузки, многие молодые сотрудники иногда не справляются. Но те, которые действительно интересуются работой, те, которых интересует сам процесс работы, и какие-то там ежедневные, ежесекундные, да, может быть, там мифические какие-то вот... Ну, такие книжные, да, варианты. Реальные на земле опять же. Реальная работа, да, они задерживаются, работают достаточно длительное время, потом становятся руководителями. Руководителями, конечно. Я почему об этом задаю вопрос? Потому что я думал, что ротация происходит не потому, что люди не выдерживают, а потому что нельзя, наверное, одному участковому долго находиться на своем участке. Ну, потому что, наверное, есть какая-то, может быть, коррупционная составляющая. Если, например, участковый долго... Это я предполагаю, да, наверняка это тоже как-то в приказе описано, да, он может знать ситуацию. Вот это тут нормально, тут у нас такие преступники, которых, ну, в принципе, не преступники, а, как скажем таки, нездоровые элементы. Здесь вот у нас есть подозрение на какую-то наркотическую историю, что мы можем передать, а можем не передать. То есть есть такая ротация? Или все-таки, если человек на своем месте может работать долго? На самом деле, я считаю, что, и я так думаю, что это в большинстве работе, да, цены профессиональные навыки на том месте, где вы работаете, да. Почему у нас раньше в советское время очень ценилось, что человек всю жизнь отработал на одном предприятии, на одном заводе, да. И династии даже еще были, да. Если это вопрос о какой-то, вот, как вы говорите, коррупционной составляющей, то такой человек вообще не должен работать. Но проверки есть. Это вот мое мнение, и, я думаю, мнение любых граждан, что если что-то связано с этим, с какой-то возможностью какой-то коррупции, да, человек не должен просто работать на этом месте, да. А если человек длительное время работает на своем участке, административном участке, это, наоборот, плюс. Он знает все, он знает всех, знают все его. Естественно, та информация, которой он обладает, она бесценна. Мы же понимаем, что недаром еще сказали великие люди, да, о том, что кто владеет информацией, тот владеет миром. И участковый – это тот кладезь информации, который должен ее получать и делиться со всеми остальными органами. Хорошо. Не только полицией. Понятно. Мы оставим сторону плохого участкового где-нибудь в другом регионе. Ну, он же может быть, да, где идут там на сделку с ним и так далее. Ну, мы понимаем, что такие варианты есть. Давайте рассмотрим, как оно должно быть и как оно происходит в городском округе Люберц. Итак, что сегодня входит в обязанности участкового? Вот мы берем любой район, где живут люди, где есть все как положено, где есть пьющие, где есть ругающиеся, бьющие своих жен, где проблемы с несовершеннолетними и так далее. Вот этот участковый. Какова его миссия? Миссия участковых – это отработка жилого сектора. Работа в жилом секторе знанием всех. Есть, естественно, категории тех лиц, которых он обязательно должен отрабатывать. По закону даже, который... Да, есть закон у нас об административном надзоре, вы тоже его прекрасно знаете. Те лица, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, освободились из мест лишения свободы, в отношении них установлен административный надзор. Либо, если не установлен административный надзор, то они формально подпадают под его действия. И в случае повторных каких-то правонарушений или в отношении них будет обждается административный надзор. Вот эти лица, естественно, в первую очередь находятся под контролем участковых. Профилактируются. Естественно. Он проверяет, они отмечаются, Он проверяет их по месту жительства, проверяет, нарушают они, нет обстоятельства. Также существует категория психически нездоровых людей. Мы прекрасно понимаем, но именно тех, которые социально опасны. У нас же есть определённые психические отклонения. Те лица, которые состоят на учёте, которые представляют опасность, эти списки тоже есть и тоже осуществляется за ними контроль. Также лица, которые страдают наркоманией, за ними тоже осуществляется контроль. На списочном учете состоят и все остальные лица, которые судимы по менее тяжким статьям. Но ранее судимые лица у нас тоже, к сожалению, существуют, от них никуда не избавиться, мы стремимся к отдельному обществу. То есть он как бы обходит их, должен обойти за какой-то период? Когда поступает информация, участковый, естественно, приходит, узнает, действительно ли он у него живет, общается с соседями и на основании этого вносит его в базу. Такой реестр. Да, есть определенная электронная база, сейчас мы все стремимся к цифровизации, чтобы это не на бумажном носителе, а в электронном виде. И, соответственно, вся эта информация вносится в модуль его участка. То есть он возьму, ну, возьмем среднестатистического участкового, ему хочется, конечно, чтобы поменьше было у него таких людей. В среднем как? Или все районы, в принципе, как-то средние получаются, всяких людей хватает? На самом деле все же определенные у нас категории. Да, также у нас в сфере миграции, да, участковый тоже занимается этими вопросами. И мы также прекрасно понимаем, что есть районы, даже в Люберецком районе, где определенные вопросы миграционной составляющей, они разные. Есть, допустим, территории, где старый жилой сектор, где люди живут давно, естественно, там процесс миграции меньше. Те новые новостройки, новые районы, которые там приближены к МКАДу, к метро, естественно, в них уже новый жилой массив, новые люди приходят. Новые граждане, да, которые ранее не проживали в Люберецком районе. Возможно, они там мигранты, возможно, они там граждане Российской Федерации. Но это новые люди, это не те, которые уже здесь, в Люберецком районе родились, жили. В связи с чем мы же прекрасно с вами понимаем, что численность сейчас только округа Люберца, она выросла в разы, да, за последнее время со строительством новых. Мы, улицы, каждый год у нас новые улицы добавляются, да, в районе, даже не дома, не целые улицы. А сколько сейчас вот участковых районов, да, участков, или как правильно называется, район, прикрепления? Да, я вот только что сначала нашего разговора говорил, 115, да, вот 115 участков у нас в городе. На 115 поделились. Да, это вот город Котельники, плюс Ержинский город, город Ледкарина, ну или Люберецкий. А участки примерно одинаковые по площади, именно населенности, скажем? Да, по населенности стараются участки делать, то есть ежегодно пересматривается этот вопрос, потому что строительство происходит, как-то участки стараются привести к тому, чтобы участковый обслуживал примерно одинаковое количество жителей и граждан, чтобы у него нагрузка, опять-таки, была более-менее соизмерной. Давайте сделаем небольшую пазу. На самом деле, тема бесконечна, и уже, видите, интересно, я не думал, что участковый следит за людьми с отклонениями психическими. Во второй части, сейчас мы продолжим разговор об участковых. Естественно, чуть-чуть поговорим по делам совершеннолетних, ваши коллеги. Непосредственно, я так понимаю, подчиненные у нас здесь бывали, мы говорили об этой, в общем-то, проблеме, которую решают органы правопорядка. Ну и, конечно, интересно узнать о вашем составе кадром, что это за люди, какой психологический портрет этого сотрудника. Может быть, кто-то захочет прийти к вам на работу. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. У нас в гостях начальник отдела участковых, уполномоченных полицией по делам несовершеннолетних, Муниципальное управление МВД России Люберецкой Сергей Владимирович Котов. Начали мы говорить об участковых. Чуть позже поговорим образ, кто может быть участковым. Но давайте отталкиваясь от начала нашего разговора. Итак, есть довольно большой массив работы. Это те люди, у которых либо с органами правопорядка, а значит, и с гражданами были какие-то проблемы. И мы их профилактируем и по закону, ну и, скажем так, если человек страдает каким-то психическим заболеванием или наркоманией. А наркомания и алкоголизм, наверное, тоже сюда так там. Да, такие пограничные истории, которые могут, как мы понимаем, плохо закончиться и лучше профилактировать. Вот. Это основное, что входит в работу участкового? И как это? Он с утра встал, позатракал, пришел на работу, портфель или что взял с собой и пошел обходить? Или как? Как работа строится? Работа участковых строится от того, как он приходит на работу. То есть, в любом случае, участковый приходит на работу, он проходит либо в первую, либо в вторую смену. Это тоже составляется график работы, и он осуществляет работу по графику. Находясь в отделе полиции, участковые все разделены по всем восьми отделам полиции в Ливерецком районе, других никаких нет. Они каждый находится на своем участке. Приходя на работу в свой отдел полиции, ему ставятся задачи руководителям отдела, какие у него есть... Возможно, поступили заявления, возможно, поступили обращения, возможно, поступили какие-то материалы, которые нужно отработать в дополнении по квартирному обходу, в дополнении к знакомствам жилого сектора, в дополнении к каким-то другим действиям, материалам, которые поступили. То есть, естественно, эти сообщения о каких-то там правонарушениях, травмах, преступлениях поступивших, он, естественно, участковый в этой сфере своей занимается. И поэтому поставленные задачи получают оружие на службу и заступают. Вот такой еще вопрос. Люди у нас разные есть, есть наблюдательные. Ну, давайте сразу в сторону, наверное, отставим тех, кто без повода и по поводу отзваниваются, мешают скорее работе полиции. А возьмем обычных среднестатистических граждан, которые чувствуют, что у них там появился наркокартель какой-нибудь. Да, притон. Картель, не приведи, господи, вообще, все плохо, но притон. Да. И как бы пока вроде денег нигде не фигурируют, но есть ощущение, что что-то пошло не так. Или, опять же, миграционный вопрос где-то на каком-то этаже, как-то много людей и так далее. Они же в полицию могут позвонить или участковому? Не все просто знают иногда, к кому обращаться. Я считаю, что делать нужно сразу. Если информация поступила, вы можете сразу же позвонить в полицию, можете обратиться к участковому, как вам удобнее. Я считаю, что информация, она бесценна. И, опять-таки, если мы предупредим правонарушение, преступление, мы гораздо больше ценны для этого, сотрудники полиции. Поэтому мы стараемся, наоборот, общественность привлечь, если лица, которые нам дают информацию, если лица, которые взаимодействуют с органом, старшие по дому, управляющие компании, просто жители с активной позицией. Мы с удовольствием встречаемся, проводим встречи и, получая от них информацию, естественно, постараемся ее реализовать, чтобы навести на наших улицах, в наших домах, квартирах порядок. Но тут еще такой момент, что если участковый профессиональный, и он хорошо все знает, он, в принципе, может предположить уже, откуда может прийти, ну, нехорошая информация, это можно купировать еще до того, как это может произойти. Ну, вот это было бы идеально. Да, я считаю, что вопрос участкового не допустить что-то, а предотвратить. Вот это вот основная задача, да. Профилактика. Да, когда мы уже что-то пытаемся исправить, это уже другая ситуация. Основная ситуация, конечно, участкового, зная всю эту ситуацию, понимая, какие жители живут, какие у них взаимоотношения, какие у них, так сказать, может быть, даже семейные, родственные отношения, потому что и такие тоже ситуации возникают зачастую. Понимая все эти процессы, он предотвращает это. И, возможно, кого-то нужно просто поговорить, с кем-то нужно пообщаться. И спасти от такого поступка. Да, а с кем-то, наоборот, нет необходимости, нужно его привлечь к ответственности. И никакими разговорами это не закончится, потому что, на самом деле, я тоже работал участковым в свое время, и понимаю, что когда женщина приходит, и поговорите с моим сыном, и ты понимаешь, с ним разговариваешь, понимаешь, что разговаривать не о чем. И никто не воспринимает ни тебя, ни своих родственников, ни маму, ни все, естественно, нужно принимать какие-то более кардинальные меры. И тогда уже беседуешь с родственниками, объясняешь им о том, что надо привлекать действительно, не надо уже прощать, и надо действительно привлекать по всей строгости и ответственности закона. И тогда, может быть, получив какое-то наказание, пусть административное, пусть условное наказание, человек, может быть, станет на пусть исправление. У нас же система наказания, она и предусматривает, опять-таки, что направление людей на исправление, а не просто их наказать. Ну да, тут, конечно, много всяких вопросов, но это уже другая история. Вернемся к участковым. И тут такой еще важный момент в кино, как правило, мы помним, что если что-то происходит, зовут участкового, да, чтобы там либо дверь открыл и так далее. И у него такая роль, знаете, как бы местного, хорошего на смысле слова, хозяина, но все равно приезжает, значит, там полицейский какой-нибудь в детективах, да, следователь. И участковый какой-то такой роли иногда выступает, ну, местного смотрителя, что ли, событий. Вот на сегодняшний день в полиции роль участкового как оценивается? Вот есть там следователь, есть сотрудник ГИБДД, есть, я не знаю, там, уголовный розыск, есть участковый. Вот это что за должность в этой иерархии? Идут на нее вообще? Идут люди в участковую, и я, как бы, считаю, что это одна из самых ответственных, наверное, ролей, там, служб, да. Самая близкая к людям, получается, можно сказать. Если говорить о полиции. Ну, у нас все близко к людям, да, но если вот говорит, да, как участковый от слова участие, да, помните, в свое время говорили о том, что мы принимаем участие в жизни граждан, да, он близко к людям, он самый первый, который с ними общается, самый первый, который приходит к ним в квартиру, которого они знают, к которому обращаются какими-то просьбами. Потому что зачастую, ну, сотрудники уголовного розыска не знают, да, сотрудники отца паспортного стола знают только по той причине, когда им нужно паспорт получить, да, сотрудникам ГИБДД знают по той случае, если их там остановят на транспортном средстве, либо нужно права получить, либо поставить на учет транспортное средство. А к участковым обращаются со всеми функциями. Я бы сказал, что участковый, это, наверное, бесплатный такой вот юрист, который там какие-то, окажет какую-то юридическую консультацию, подскажет что-то, направит куда-то в какой-то ситуации. Вот поэтому участковый близок к этому. Но все зависит от того, что я считаю, что любая работа должна получать удовольствие. Конечно. Да, она не должна быть просто ради того, чтобы работать, получать деньги, и все. Она должна приносить удовольствие, и человек должен быть заинтересован в своей работе. Если человеку интересно общение с гражданами, если интересно ему владеть информацией, интересно ему понимать, как делать людям, помогать в какой-то ситуации, то человек идет работать и работает. Понятно. Ну вот давайте мы сейчас о ваших людях, ваши подчиненные, психологический портрет. Тем более вы сами были участковым. Вот какой человек может стать сегодня участковым? Кстати, как стать участковым официально? Официально стать участковым очень просто. Достаточно иметь высшее образование, юридическое образование, либо иное образование сейчас допускается. И обратиться в кадры с просьбой принять. Нужно пройти медицинскую комиссию, нужно определенные психологические, потому что мы сами прекрасно понимаем, что одного желания недостаточно, нужно иметь и здоровье для того, чтобы проходить в органах внутренних дел и, соответственно, обрадить какой-то устойчивой психикой с состоянием здоровья, естественно. Поэтому вот такие вот нехитрые процедуры, которые необходимо пройти, как на любую государственную службу, наверное, и в армии, и все остальное. И потом уже будете проходить стажировку. После прохождения стажировки, обучения каким-то профессиональным навыкам уже, прикладным, там уже человека зачисляют участковым инспектором. Он наделяет определенный участок административный и осуществляет свою деятельность. А возраст какой может быть? Возраст у нас от совершеннолетнего возраста и предельный возраст 45-35 лет. Мужчина и женщина? В основном мужчины? В основном идут мужчины, да. Но я думаю, что есть и женщины, которые могут справиться с данной ситуацией. Они часто к несовершеннолетним идут? Я думаю, что, наверное, сама психика женская, да, она склонна больше к несовершеннолетним, к детям, к восприятию. Ну, это в большей степени. Это не то, что я там какой-то... Да, да, я понимаю, но так получилось, а это же я плавный переход делаю ко второй части вашей ответственной работы, потому что, напомню, что Сергей Владимирович отвечает в Люберцах и за часть отдела, скажем так, это по делам несовершеннолетних. Ваши коллеги здесь были. Работа ответственная. Понятно, что, к сожалению, преступность, она существует. Взрослая, безусловно, создает проблемы. Там, как говорится, трудно уже кого-то, наверное, перевоспитать. Ну, по крайней мере, можно как-то профилактировать. А вот дети – это особый такой разговор несовершеннолетний, тем более, когда все может произойти случайно, внезапно. И тут очень важно от того, кто находится на этой работе. Давайте об этом кластере поговорим. Насколько он сложнее или по-другому выстроен, чем работа участкового? Я думаю, наверное, сложнее в том плане, что все равно это несовершеннолетние. Мы прекрасно понимаем, что как бы мы бы там ни подбирали фразы со взрослыми и все остальное, мы все-таки имеем дело с устойчивой психикой, с пониманием яркой картины мира, ну, зачастую. А дети – это все-таки растущий организм, который должен сформироваться и сформироваться правильно для формирования, правильно формирования для общества в общепринятых нормах, я имею в виду. Не тех, которые там, может быть, для кого-то другие нормы существуют, морали, принципы и все остальное. Но для нашего общества есть определенные нормы и морали, которые мы стараемся, чтобы человек был воспитан. Мы как родители стараемся, мы как-то… Вот. И в этой роли, конечно, сам принцип инспектора по делам несовершеннолетних в том, чтобы не навредив, не навредив в первую очередь, да, помочь развитию этой личности несовершеннолетнего. Поэтому здесь очень тонкая такая грань. Они одновременно должны быть и жесткие в принятии каких-то решений, но одновременно должны мягко подойти, где-то пожалеть, где-то там поиграть, где-то там поговорить. Но в то же время и жестко поставить на место, если действительно там какой-то подросток или еще что-то нарушает какие-то рамки и правила приличия и каких-либо действий. Потому что мы же видим и колумбайн, да, движения и какие-то другие. Ну, давайте подведем итоги. Я специально, мы сегодня построили разговор, вот особо цифрами мы не забрасывали. Вот на сегодняшний день вы, как начальник такого ответственного участка, в данном случае огромной работы полиции, как бы вы оценили работу, насколько удается участковым решать эти вопросы, ну, в рамках поставленных задач и по делам несовершеннолетних тоже? Естественно, мы все стремимся к совершенству, да, и от него у нас нам еще и работать и работать, но по тем показателям, тем действительно процессам, которые мы видим, которые у нас проходят в школах, которые у нас проходят, проходят в нашем обществе, и как на него реагируют и участковые, и как они стараются какие-то вопросы купировать и устранить какие-то недостатки до какого-то мы, видим, что я тут накаркать я стараюсь лучше не говорить, да, что где-то есть, где-то нет, но я считаю, что Люберецкий район достаточно качественно и, скажем так, честно выполняет работу в своем регионе. Те инспектора участковой службы, те инспектора по делам несовершеннолетних, они в большей своей степени, я надеюсь, в подавляющей своей степени, достаточно честно и порядочно несут свою работу и качественно выполняют поставленные задачи. Спасибо большое, потому что действительно очень такой важный момент. Сергей Владимирович Котов, начальник отдела участковых, уполномоченных полицией по делам несовершеннолетних, муниципальное управление МВД России Люберецкое. Ну, не знаю, поздравляем вас с наступающим столетием участковой службы, приходите еще, берите лучших участковых, будем общаться. Обязательно берем, большое спасибо. Потому что нам интересно узнать какие-то конкретные детали, как это работает, по крайней мере нашим телезрителям. Спасибо. Приглашаю на службу всех заинтересованных граждан, которые хотят действительно не только помогать словом, но и делом, помогать полиции, всегда готовы выслушать, принять и помочь в устройстве на службу. К тому же, действительно, как вы говорите, есть определенная ротация не в том плане, что в Москве, вы говорите, постоянно меняются люди. У нас меняются люди в связи с тем, что выходят на пенсию, повышаются в должности и в звании. Естественно, освобождаются места, нужны молодые люди, которые тоже должны расти и стать будущими генералами. Хорошо, спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин